Самая трагичная тема, касающаяся Destiny 2 в последние несколько недель, это удаление контента и консервация в хранилище. Я частенько отвечаю на вопрос о том, как я к этому отношусь на своих стримах, если коротко осуждаю и скорблю. Может я запишу отдельное видео на эту тему ближе к релизу дополнения, но сегодня тема другая. Если так много контента, что был в игре с самого её релиза скоро уйдёт, значит наверняка даже самые опытные игроки могут упустить что-то. Какие-то шмотки или оружие не выбито, что-то из наград рейдов не собрано или не пройдены даже самые обычные миссии и приключений. Я лично сам просто офигел, когда узнал, что у меня есть даже не все синие шмотки из оригинальной игры, хотя уж то что, а синька нам сыпется щедро. Так что в этом видео я напомню вам о нескольких предметах, активностях и секретах в игре, с которыми вам стоит разобраться сейчас, пока ещё есть время до удаления контента, чтобы потом не жалеть о том, чего не выбили. Начнём с простого. Какие планеты убирают и что на них нужно успеть получить, посмотреть и сформить. Ио, Титан, Марс, Меркурий. Локации со своими активностями, специальными наборами брони и оружия, а также шейдерами, эмблемами и историями. Богаче всего на различные предметы, как ни странно, Марс. На этой планете завязаны квесты на 4 экзотических оружия. Полярное копьё, люмина, нулевая мировая линия и усыпляющий симулянт. Если ты пропустил любой из этих экзотиков, ты знаешь, что делать. Открывай видео о прохождении квеста на каждое из этих оружий на моём канале и выбивай. Полярное копьё вот до сих пор одна из моих любимых винтовок разведчика, между прочим. Кроме экзотов на Марсе есть другая особая добыча. Броня и оружие из эскалационного протокола. И если оружие мы уже можем получать из теневых анграм и подземелья откровения, обновлённое, то вот броня останется наградами из того самого протокола. Многим стражам до сих пор нравится внешний вид этих сетов, так что я уверен, что те, кто соберёт эти комплекты, будет использовать их как трансмог в следующем году. Ну и конечно нельзя не упомянуть на Марсе распящие узлы. Раздражающий сбор этих шкатулок выпил немало крови из меня, пока я пытался получить все пушки Бреев, которые требовались для карточки пунктов назначения. И одноимённой печати. Если вам осталось не так много предметов на фарм, и печать почти закрыта, есть смысл заморочиться. Уж каким бы я не был не фанатом печатей, но тут даже я активизировался и добил эту горсть триумфов. На любимом спутнике Титан тоже немало экзотиков. С этой локацией связаны квесты на Красиного Короля, Идеальную Эпидемию, Пиковый Туз и Шип. Так что совет, как и с Марсом. Начинайте именно с выполнения этих квестов. Гайд по каждому есть у меня на канале, так что пользуйтесь на здоровье, и надеюсь вы успеете за пару месяцев выбить все эти экзоты. Ну или конечно можете рискнуть и дождаться новых условий их получения, но не факт, что они будут проще, если только их не додумаются раздавать за экзотические шифры. На ИО, сами знаете, есть только один экзот, один квест. Зато какой. Винтовка Шопот Червя из потрясающей миссии Шопот. Одна из самых больших потерь, которая случится в сентябре. Я обожаю эту миссию, как и многие другие игроки, а ведь кто-то до сих пор не осилил пройти ее. Если ты тоже, то напиши об этом в комментариях. Наберется много желающих, пульну прощальный стрим по этой миссии, и помогу закрыть всем желающим. На Меркурии эксклюзивных экзотических наград, кроме оболочки призрака Сагира, я не вспомню. Так что там вас ждет разве что брат Венс с легендарными наборами брони и оружия. Оружие ценности почти не представляет, разве что для той же карточки на печать, пункты назначения. А вот броня мне нравится, так что я бы советовал получить ее и как сет из других планет. Просто для возможности потом надеть ее в виде орнамента на актуальную броню, когда введут в трансмог. Среди удаляемого в хранилище контента окажется и Левиафан. Локация, которая включает в себя два рейда, два рейд-логова, а также лучшую, по моему мнению, активность в игре, паноптикум. Ох, как я буду по ней скучать. Все эти темные коридоры, ротация боссов с уникальными механиками сражений, различные залы со своими тактиками их зачистки, и эти фразочки вечно смеющегося Калуса. Это было очень увлекательным приключением в сезоне изобилия. Фарм гадрольных пушек и шмоток в паноптикуме не утомлял, однако уверен, что многие из вас фармили все для своих любимых персонажей, а на второго или третьего что-то получить не успели. Что ж, я считаю, это стоит исправить. Как минимум, эксклюзивные пушки, шмотки и косметику достать надо. Броня в паноптикуме тоже была красивая, и мне нравились сеты на все три класса персонажей. А если мы вспомним о том, что разработчики, как я уже и говорил, анонсировали возможность превратить любую легендарную броню в орнаменты, то очередной повод выбить даже неактуальные легендарные шмотки. Кроме того, в героическом паноптикуме вам еще стоит выбить специальные классовые мечи, если вдруг вы о них забыли. Золотой бивин на охотника, бритва смерти на варлока и гибель престолов на титана. Ценности в бою они особо уже нести не будут, особенно после того, как мы стали обладателями совершенно потрясающих мечей этого сезона, но мы тут все же говорим о том, чтобы ничего не упустить, так что коллекционерам это будет полезно. Если же говорить о пушках, которые можно выформить тут с хорошим набором перков, и которые будут актуальны, например, в режимах Гарнила, на которых нет влияния уровня силы, то я настоятельно бы рекомендовал сформить снайперку Любимый, которая была и остается одной из самых удобных винтовок при правильном наборе перков. Кроме этого, ценной наградой для коллекционера станет легендарный корабль, избранный Императора, который может выпасть вам за прохождение все того же героического паноптикума. У меня вот у самого с этим кораблем страшное невезение, так что скоро отправлюсь фармить его во что бы то ни стало. Идем дальше по Левиафану и переходим к его рейдам. В оригинальном Левиафане первого года нас интересует возможность выбить легендарные сеты брони, которые, кстати, подняли по уровню силы до 1360, что делает их актуальными еще на весьма продолжительное время. Да и даже если бы и нет, мне опять же очень нравится внешний вид этих сетов, и я бы их надевал как орнаменты. Экзотический дробовик Легенда об Акрии, я надеюсь, у вас уже получен. Но если нет, то самое время наконец получить этого монстра, а заодно пройти Левиафан на престижном уровне сложности, чтобы получить орнамент на этот дробовик. Разработчики уверяют, что все экзотические награды и квесты, связанные с вырезанным контентом, будут иметь альтернативный способ получения. Но вот что касается рейдовых экзотов, я бы не был так уверен. Так что лучше перестраховаться. Что же касается экзотического призрака Оболочка Претендента, то его редкость тоже уже в прошлом. Сейчас вам стоит лишь раз пройти Левиафана и закрыть соответствующий триумф в печати. В награду вы получите оболочку. В логовах Пожиратель Миров и Звездный Шпиль обратите внимание на шейдеры для снаряжения, а также на катализаторы для усыпляющего симулянта и телеста. Получить их можно только там. А вот будут ли они падать в каких-то новых активностях этой осенью, все еще не объявляется. В рейде Корона Скорби, конечно же, в первую очередь выбивайте экзотический пистолет-пулемет Тараба. Сейчас для этого самое лучшее время. Лут за прохождение любого этапа на уходящих рейдах падает без ограничений, так что собирайте команду и убивайте несчастного Галлрана, пока не получите заветный рейдовый экзотик. Кроме того, стоит поформить этот рейд ради получения модификаторов для брони, связанных с Ульем. Например, барьер Улья. Вполне вероятно, они вам еще пригодятся в будущих приключениях. Главное, оставьте фрагменты брони, в которые сможете вставить этот мод. Машем Калусу ручкой и улетаем с Левиафана за другими наградами, что скоро станут недоступны. Например, из рейда Истребители прошлого. Тут, разумеется, нас в первую очередь интересует Анархия, тот самый рейдовый экзотический гранатомет, который сейчас использует каждый второй игрок. Падает он за убийство финального босса. Так что тот же совет, возьмите сейв на этапе с боссом на одного из своих персонажей, а затем формите последний этап со своей командой. Убивайте босса снова и снова, пока не получите награду. Серьезно, в отличие от Тарабы, этот гранатомет точно стоит того, чтобы его выформить. Кроме него, на рейде Истребители прошлого вас должен интересовать экзотический Спэрроу, всегда вовремя, который падает на этапе с гонками, а также пачка модов для брони против падших. Напомню, что осеннее дополнение у нас будет связано с противостоянием как раз этой расе противников. Так что очень может быть, что моды с барьером против падших вам очень пригодятся. А еще стоит озаботиться получением книг лора, которые собираются через сканирование специальных предметов на разных планетах. Например, книга «Отвергнутый принц» об Ульдрине. Кстати, о сканируемых предметах. На каждой из планет спрятано более десятка разных мелких артефактов. Порталы вексов, следы древних путешественников, изобретения времен Золотого Века, тайники. Никакой практической цели они не представляют, но все же. За их сканирование ваш призрак расскажет вам небольшую историю или порассуждает с вами о персонажах игры. Мелочь, но интересная. Для тех, кому мало в игре прямого повествования через диалоги, вполне себе повод облететь все четыре планеты и просканировать все. Но это все же лирика. Я понимаю, что вас больше всего интересует то, что можно надеть на себя или из чего можно стрелять. С этим мы тоже еще не закончили. Как вы знаете, вместе с планетами пропадут и налеты, располагающиеся на них. Сад, Перемидион, Глубины Марса, Повелитель Тысячи Армии, Древо Вероятностей и мой любимый Песница Ватун. В этих налетах есть несколько эксклюзивных эмблем и наград. Снайперка Силиконовая Нейрома из Перемидиона, автомат Служебный Долг из Песница Ватун, револьвер Смерть с Небес из Древа Вероятностей, ракетница из Глубин Марса, экзотический корабль из Сада и эффект телепортации с Золом из Повелителя Тысячи Армий. Все эти награды также пропадут с большой долей вероятности, так что для тех, кто до сих пор не получил их в свою коллекцию, времени все меньше. Ловите вышеперечисленные задания в списке сумрачных налетов и фармите. Падает это все добро не часто, но на то оно и коллекционирование, чтобы потом гордо открывать список своего снаряжения, когда оно будет недоступно ни одному другому игроку, и радоваться тому, что ты успел выбить. И это я еще не говорю о триумфах, которые завязаны на этих локациях. Их еще обесчисленное множество. Рейдовые триумфы-триумфы на патрульной зоне, мероприятия, приключения и многое другое. Времени на все это надо очень много. Так что сейчас, когда осталось до нового дополнения чуть больше двух месяцев, стоит понемногу начинать. Иначе все будет как всегда, будешь сидеть в последний вечер и пытаться выполнить кучу ивентов на Меркурии и пройти все приключения. Ну и если я вдруг о чем-то забыл важным упомянуть, да и просто для удобства, ты можешь проверить свой персональный список истекающих заданий на сайте brightech.org. Логинься, используя свою учетную запись банджи, заходи во вкладку больше и ищи раздел хранилища контента. Он удобно отобразит весь прогресс того, что тебе нужно добить и покажет где получить ту или иную награду. Безумно удобный раздел, который лично я сейчас вообще не закрываю в своем браузере, чтобы все помаленьку закончить. Ссылку оставлю в описании. На этом пока все, спасибо за просмотр, удачного тебе фарма и закрытия всех триумфов, надеюсь ты успеешь. Ну а если тебе понравилось это видео, не забудь поставить ему лайк и проверь подписан ли ты на канал. До связи.